Что такое хоспис в нашей стране понемногу выучили. Стараниями Веры Миллионщикова и ее последователей с первого московского хосписа в сознании россиян это больше не дом смерти, но приют милосердия. Иностранное словосочетание «паллиативная помощь» тоже понемногу приживается в информационном пространстве. Уже многим понятно, что если нельзя заболевание вылечить, то можно помочь пациенту и его семье прожить оставшиеся дни или годы достойно. Впрочем, темпы развития служб палеативной помощи в России катастрофически не успевают. За увеличением количества в ней нуждающихся. Едва наберется с десяток отделений палеативной помощи на всю Россию, где могли бы помочь детям с неизлечимыми заболеваниями и терминальными стадиями онкологии. Их родителям. В Марфо-Мариинской обители Милосердия, Ставропегиальном женском монастыре, созданном Елизаветой Федоровной Романовой в начале 20 века, с 2010 года работает мобильная служба палеативной помощи. А с 2014 круглосуточный стационар. Правда, всего на шесть мест. Сестры готовятся к открытию в Истринском районе огромного проекта – комплекса помощи «Солнечная поляна». Изначально задача стояла в том, чтобы создать на этом месте такой многопрофильный, что ли, комплекс, говоря казенными словами. А вообще нам хотелось соединить здесь всех. Нам хотелось соединить здесь детей больных со здоровыми детьми, стариков с детьми. Поэтому планировалось, вот сейчас мы говорим о открытии хосписа, но вообще на этой большой территории планируется создать еще и дачу для детского дома, и богодельню, и большую конюшню для того, чтобы дети могли там заниматься. И детский сад для детей инвалидов. Поэтому это будет такой городок, детский городок, и не только детский, где все детки и бабушки могут общаться между собой и получать от этого удовольствие. Шесть гектаров заброшенного пионерского лагеря в поселке Пионерском уже преобразились. В свое время территорию администрация района выставила на торги. В 2012 году меценаты передали Марфу Мариинской обители, Солнечную поляну, для нужд региональной общественной организации по социальной помощи нуждающимся в Божидомье. За три года полностью реконструирована коммуникация, перестроены корпуса. Вместо советских штамповок появились терема, административные и медицинские. И все по индивидуальному проекту, хотя группа архитекторов использовала наработки существующих хосписов. Всего медицинский корпус сможет принять 20-30 детей сопровождающими. В хоспис будут поступать дети с разными целями. Кто-то будет поступать в основную помощь, которая будет оказываться в нашем хосписе, это услуга такая резкость или социальный отдых, когда дети инвалиды, они же живут в семьях, и родители мамы, как правило, привязаны к ним, не могут ни работать, ни куда-то выходить, даже ни съездить отдохнуть. И наша услуга подразумевает взять ребенка из семьи, и приблизительно, как сказала матушка, на 4 недели в год. Ребенок будет здесь жить у нас точно так же, как и в семье. За ним будут ухаживать так же, как и мама. За это время мама может сделать свои какие-то дела. Многие родители едут отдыхать, многие родители делают ремонт в квартире. Многие родители просто... Одна мама мне сказала, «Вы знаете, Наталья Владимировна, я ничего не буду делать, просто лежать на диване и есть мороженое в доме. Вот ей не надо будет ухаживать эти 4 недели за ребенком, а просто отдохнуть». Работает Божий дом и исключительно на частные пожертвования, и денег за пребывание пациентов брать не собирается. Наоборот, открывает двери храма веры, надежды, любови и матери их Софии всем желающим. Уникальность его в том, что он спроектирован специально, с учетом нужд маломобильных прихожан. Мы, как люди православные, понимаем, что все-таки со смертью ничего не кончается. Но родителям очень сложно. Милосердие – потребность добровольной и бескорыстной делать добро. Группа волонтеров по первому зову приехала из Москвы. Помыть окна, прибрать территорию, посадить подаренное растение. Думается, что и в Истринском районе найдутся для божидомья и преданные сотрудники, и милосердные, отзывчивые волонтеры. Елизавета Семерякова, Денис Лесиков, Истрана ТВ.